Накануне в Якутске прошло совместное совещание правительства республики с руководством агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На встрече обсудили ряд тем, касающихся трудовых ресурсов, необходимых для реализации инвестиционных проектов. Рассказывает Сергей Алексеев. В течение трех ближайших лет в Якутии откроется около 10 тысяч вакансий. В целом по Дальнему Востоку появится около 80 тысяч новых рабочих мест в 25 отраслях. Список востребованных профессий возглавят растеневоды, работники сельского хозяйства и аквакультуры, а также судостроители. Особое внимание уделят рабочим специальностям. Не секрет, что сегодняшнее поколение молодежи, это будет действительно рабочее новое поколение, которое по-другому относится к рабочим обязанностям и к рабочему процессу. Они более креативны. Им требуются другие условия. Они предъявляют повышенные требования к своему рабочему месту. Это в том числе и задача агентства обеспечить вот эти новые условия труда за счет внедрения передовых метров подготовки. Приоритетное право в получении рабочих мест остается за коренными жителями. Тем более, что Якутия в состоянии подготовить квалифицированные кадры, отметил Валентин Тимаков. В то же время в правительстве республики придают большое значение совместной работе с агентством, поскольку для планируемых к реализации 20 инвестиционных проектов потребуется порядка 52 тысяч вакансий. Агентство занимается развитием человеческого капитала. Это очень комплексный вопрос. Это и создание условий для жизни на территории, это и обучение кадров, это и закрепление кадров на крупных предприятиях, где платят хорошую заработную плату. Поэтому по всем этим направлениям мы с агентством договорились работать, и из этого исходит наш интерес. Республика не входит в федеральную программу мобильности трудовых ресурсов. Такая программа уже действует на территории республики и является инициативой правительства. О ее эффективности также говорили во время встречи. Она стоит в том, что если происходит высвобождение работников на одном из предприятий, то мы отработали механизм, таким образом высвобождаемые работники могут быть использованы на других проектах. Прошу отметить, что сейчас на территории Якутии работает территория переживающего развития Кангаласа и количество резидентов, 13 резидентов, поэтому в ближайшее время количество необходимых рабочих мест будет значительным, поэтому все люди потребуются, конечно. Кроме того, стало известно время проведения межрегиональной научно-практической конференции по вопросам развития человеческого капитала. Она пройдет в Якутске в июне этого года. Участие в мероприятии примут около 250 представителей бизнеса, общественных объединений, учебных заведений и студенческих организаций.